Если ты такой умный, то почему такой бедный? В 90-х была популярна эта формулировка, сейчас так не говорят. Действительно, связан ли ум и доход? На самом деле, вы, я думаю, встречали умных людей, очень начитанных, очень необразованных, которые не зарабатывали существенных денег. С другой стороны, иногда встречаешь человека, и вроде бы он не семи пядей во лбу, но при этом и хорошо зарабатывает, и достигает результата. С чем это связано? Дело в том, что само мышление – это процесс, который в мозге происходит, но есть действительно инструменты критического мышления, которые позволяют вам увидеть ситуацию, которую вы решаете, не в общих каких-то формальных формулировках, а с точки зрения алгоритмов принятия решений. И некоторые люди буквально интуитивно способны воспользоваться таким инструментарием. А многим нужно этот инструментарий усвоить. И вот критическое мышление, оно действительно позволяет нам приземлиться с высоких сфер на фактическую действительность и решить те жизненные задачи, которые перед нами стоят. Будь то отношения, будь то работа, будь то самореализация. Поэтому критическое мышление – это сейчас стало главным навыком, и об этом говорят все HR-ы, главным навыком XXI века.